Кислев это земля, а земля это Кислев, даже если это земля, темные земли. Приветствую вас, друзья, с вами Верос и наш замечательный Кислев. Тут мы на следующий ход, возможно, все-таки отправимся к слонежу в гости. Получим приз, два хода потеряем, но... Ничего страшного, я думаю, можно будет это сделать без зазрения совести. Мы пока сдаем вход. Восстание? Да пусть восстание приходит. Приходит сейчас восстание, они нам помогут денег накопить. Так что восстанием, в принципе, мы рады, учитывая, что оборону выстраиваем нормально. Влияние слонеж, видите, на территории Катая очень велико сейчас. Лизардмены тут с покоцанным стеком куда-то хотят лезть. Восполните потери. Для начала, пожалуйста. Восполните для начала потери. Город обезьян. Где много-много диких обезьян. Начинает вновь осаждать нас. Борис ушел, и они распоясались, смотрите. Но здесь сейчас... А вот вы, я думал, нападете. Вот демоны, мне казалось, будут посмелее из этих дыр адских. Так, волна наслаждения уничтожила, получается, город Огров. И это хорошо сейчас. В коем-веке какая-то польза от ваших восстаний. Так, где еще? У нас вот несколько бойцов из Катая прибыло. Во владениях Кравого Бога. Ортодоксия господствует. Поселение в осаде. Гнев природы уничтожили. Поселение в осаде. Ну там можно, кстати, еще одним бомжам тоже сейчас объявить войну. Но гарнизону не верят. Не верят. Говорят, играй сам. Мы должны побеждать тут. Мы что, зря гарнизоны качали, правильно? Ну и в коем-веке у нас тут будут отряды еще. Прилично себя показывающие в ближнем бою. Хотя все равно сейчас вторым темпом поставим косариков, лучники. Похоже, вам придется в любом случае сражаться. Так, кавалерия. Предлагаю кавалерию отправить, ну вот допустим, даже вот сюда. Куда-нибудь. Со спины. Пусть они их видят. Пусть они их... Ощущают. Отправляют пару отрядов туда, чтобы облегчить давление на основную массу наших бойцов. Так, ну давай сделаем так. Выйдем. И поставим отряды между двумя объектами, которые не позволят нас легко обойти. Причем поставим, наверное, вот чуть таким ломаным строем. Да, будет шанс у них зайти к нам со спины местами, но все это мелочь. Обойти тоже могут слева быстрее, чем справа. Но я все-таки надеюсь, что лучники будут разить великолепно. Так, отлично. Но он кровопускатели. Эти ребята побыстрее. Но пока он только один отряд. А, потому что второй он не видит. Ну сейчас, сейчас, палец. За рельефом спрятался. Сейчас он должен будет кого-то еще отправить. Разобраться. Вот, отлично. Главное, кавалерии в бой не вступать, потому что это все-таки не медвежья кавалерия. Медвежья кавалерия, ну вдвоем они бы вот так сейчас объединились. Один отряд выстегнули бы. Потом второй отряд объединились бы точно так же. Кавалерии наказали. А тут нет. Буду им. Со спины зайти еще предстоит. Но сначала нужно затянуть их. Отдай, кавалерии! Кстати, а здесь болотца-то... Они могут... Зайти в это болотце. Так. Тут в любом случае скорость режется серьезно. Да? Ну да. 80... Хотя это 80%... Общий показатель скорости будет. Расстреливаем. Отступать, отступать! Кавалерия суда. Бегом. Здесь мы их пока прям... Неплохо уничтожаем. Держись, держись, хлопец. Платных косариков у нас... Неплохо так прорядили в итоге. Прорядили в итоге. Отходим. Отступить назад. Взбодрись, мерзавец. Взбодрись. Взбодрись. Так. Утягивай этих вновь. Так. Утягивай этих вновь. Так. Утягивайся. Взбодрись. Взбодрись. А. Взбодрись. Взбодрись. один отряд кавалерию просто утягивает их и в принципе этого будет сейчас достаточно для победы так с этими разобрались ты уходишь сюда полководцу пока я ничего не могу сделать болотца только я вот думал можно все-таки использовать да для прикрытия фланга не кто-то было все он сейчас тоже распадается дни и беги вам даже сражаться сейчас не нужно держите расстояние он сам исчезнет как страшный сон пройдет мы полностью их армию уничтожаем сейчас постараемся сделать так чтобы вообще никого не осталось даже малейшего шанса на то что стек выживет вот тут берем деньги однозначно здесь возьмем деньги ничего другого нам не нужно гарнизон восстановит потери в любом случае угрозы как таковой на этом фланге не первого победа завершить бой это замечательно мы победили силы практически один к одному были у нас по отрядам небольшой перевес был на три больше но тут герой да и у них мощные ребята немногих могут забрать собой преданность плюс 20 нет 2000 2000 золота забирай и регион развивай этот или другой это уже не так важно так гоняться за вами но точно смысла нет гоняться за вами вообще нет никакого смысла чуть мы в минус ушли после найма проклятые пустоши давайте гору серой ведьмы прокачаем на всякий случай там гарнизона нет она ну и может начнем готовить уже здесь стрельцов но ты уже достаточно самостоятельный ты уже достаточно самостоятельный в форте еще и гарнизон хороший поэтому пробуем засаду пробуем засаду 40 процентов не улучшаем восстание пусть появляется там мы готовы к нему а лучше чем во многих местах на всяк случае еще после нас стоит посмотреть что у нас торговли вот например с тобой есть вариант право прохода под торговать еще к сожалению нельзя это время как-то отцу не доверяет в этом плане есть пара потенциальных союзников сейчас возможно что-то еще построим кислев и катай настоящие друзья мы покажем этому хаосу так есть контакт и есть немного денег тогда я сейчас попробуем улучшить кстати здесь сейчас удешевление идет за счет бориса те же гарнизонные постройки и здесь смотрите за один ход мы можем возвести то есть так то на 2000 и 4 хода до за счет присутствия борис там за один ход так раз и все тут 4000 и в четыре хода и одна тысяча скидка тоже за счет бориса есть ну попробуем давайте улучшенные боеприпасы башен ледяные осколки да башни тут и так на самом деле жуткие они даже по умолчанию страшно представить после улучшения что творится точно не хочет торговать ну да нам по-хорошему если с катариной сейчас подписать союз мы узнаем многих других кислевитов и у нас еще появятся возможности для дипломатии мы будем еще общаться тесно и хорошо у нас будут торговые партнеры возможно империя начнет подключаться с имперцами союз заключается было бы здраво камельян так скавин и здесь убегают решили еще раз разграбить причем скавин и отступили а именно норские ци здесь решили к сожалению я к сожалению но засада не спалилась а на форт он просто гарнизон там обалденный не попытаться ему даже наверное взять его о тут это мелочь мелочь идет зенчинская зенчинская мелочь союзник начал строить форпост у нас тут жар на грунт тоже будет защищен сейчас поселение разорили а за счет чего высокий уровень скверны скверна нургла 50 процентов добро пожаловать домой но в город нам сейчас не зайти поэтому здесь и засаду не устроить разро разлом нургла скверну отправиться в царство хаоса значит шагнуть в кошмар наяву она состоит из четырех владений где правят жестокие владыки властитель чумы нургл повелитель излишеств слонишь изменяющий пути дзинч и кровавый бог хорн мы должны посетить каждое из этих владений и украсть душу у принца демона ибо только эти души по одной от каждой из великих сил смогут осветить тайный путь кузнице так но он смотрите здесь даже трое упорно уже веселятся от души у чародея двое закрыть разлом войти во владение ну давайте темного князя сектор приз на барабане у нас еще и денег кстати сейчас нет царство хаоса необузданное место ограничение измерений смертных здесь не действуют все подчинено прихотям темных богов и все же есть на свете места где разрушительные силы не властны в кузнице душ скрывается белокор и там погибает урсун чтобы попасть туда нам нужно добыть души четырех принцев демонов владение темного князя в этом царстве желаний процветают искушение похоть и обжорство воители сланяша грозная сила найти их можно в шести кругах соблазнение по мере продвижения вас ожидают искушение превосходящие все ваши самые смелые фантазии в центре находится дворец сланяша памятник ненасытной похоти излишествам и распутству вот оно поле чудес отправляйтесь ко дворцу сланяша в самое сердце владения темного князя шесть кругов кошмарные земли выиграйте следующую битву ну мы видим что здесь уже кугат и он на последнем заходим уже готов практически штурмовать поле чудес да поле чудес красота неописуемая сила ну и тогда в этом случае просто возьмем какой-то приз и пойдем домой где марат головач должен будет еще многое сделать мы можем закрыть этот портал сейчас чтобы избавиться немножечко хотя бы от скверны нургла в идеале еще где-то денег копеечку срубить а ну-ка ледяной двор ты союзы заключаешь с имперцами молодец а с кем мы можем о ты воюешь сестринством это мы сделаем это мы объявим войну легион хаоса им можно бить хотя они должны тоже хорнецкий а вот давайте сыны алый череп ты еще и с этим кланом не разобралась небесные вихри давай хотя смотрите отказывается ну ладно кислевитом нам объявлять войну неудобно и даже плохо так замечательно замечательно родная родная давай торговать а но ты же прям родная а прям роднее некуда помочь ходов через 18 только блин ну медленно я бы сейчас тебе помог немножечко вырваться вперед но дойти сюда тебе придется самой стоимость действия героев поддержка ледяного двора рост все провинции мы получаем бонусы видите за поддержку у скула они там разрушили уже в хлам строительство не ведем просто попробовать портал закрыть все таки 7 ходов давай ой и чё и чё ну вот все нормально тяжелую победу нам привлекают представляете придется сразиться не верят в наших гибридов и не только причем кто нургл они же не дойдут даже максимум вот этот кинет пару заклинаний которые ну неплохо да могут покоцать наши отряды в остальном никто не дойдет сражение пойдет так как мы захотим целиком и полностью по нашим правилам мы пока понаслаждаемся окружающим видом пустынные земли то есть вот уже два отряда минус этих расстреляли рыцари ужаса но не так уж вы и страшны ресталище очистите так не подлазьте куда вы лезете отчаянные ребята стреляли же в него а попали в ас ну дошел герой все таки дошел и он ничего не смог сделать наши же лучники своих положили ну и если подряд не полез они они по и не стреляли так есть шанс немного преданности хотя сейчас лучше денег но сейчас задание еще выполнено по идее мы закрыли разлом 750 копеечка и даже форт обратно забежать я вот пережил что мы не добежим туда и получится некрасиво не получится занять нормально место так не воспринимать психологии знамя прага продадим продадим деньги есть деньги есть давай ford лучше заслужил может после победы кто то еще хочет мяуин даже с мяуин нам чужая уже роднее ближе чем дочка кошмар на улице вязан так ну повстанцы пусть накапливают силы они начнут нас осаждать и мы там уже посмотрим к чему это приведет в любом случае армию подведем и я авто будет думаю поверят победу так демоны бегают по кругу кугат на следующий ход уже сражаться жаль нам не предлагают подарок вот здесь было бы очень актуально если честно сразу там подарок забрать сектор приз на барабан и так свина торг катайцы пока ушел этот ассасин он возможно даже в нашей земле ушел захватите землю заберите владение скайнов один город несчастный а катарина кстати присоединила фракцию я не помню как она называлась которая обороняла рубежи от нарцисских племен ну когда мы на стриме играли за катарину и бориса освобождали я их присоединил в принципе когда уже собрался идти сюда так немножечко товаров прибавилось но пока у нас все равно галяк по технологиям обзор на карте компании обмен валют доход от торговли ну ладно давайте обзор увеличим следующий ход твой скверно падает но на следующий ход я надеюсь уже упадет и мы нести потери не будем надеюсь по крайней мере на этом тут он территория еще под скверну динча очень люто попало соответственно эффект вон рост в контроль минус 10 как разработчики говорили в своем отдельном видео ростом минус 300 контроль носороста нет никакого вообще сейчас здесь из-за этого влияния портал нужно срочно закрывать когда есть возможность еще один ход мы продержимся а дипломатии я не открыл вот ну реально мы с ней уже договариваемся хотя бы о чем-то пусть и бесплатно но налаживаем отношения а катарина все ближе к конфедерации то есть у нее вот есть этот момент чуть-чуть вот и конфедерация будет что ты забрал душу вопрос там сейчас туман накрыл мне вот прям интересно получается гномов сейчас уничтожит похоже наших так вот получается нас автоматически вернули без подарка домой кугат победил он там эту развратницу наказал куртизанку демон куртизан когда прям так и называется гномы вы трупы делайте как говорится что хотите но вы сейчас уже трупы залив уничтожили но огров тут на побережье неплохо покоцали в принципе нам буквально немного сил нужно чтобы да да смотрите автоматически бориса вернули даже отправляется в царство смысла не было вообще никакого задание прерван мы отважились отправиться в царство хаоса а теперь вновь взираем на земли смертных но мы вернулись с пустыми руками фолианту судеб нужны порочные души принцев демонов без них мы не сможем осветить тайный путь к кузнице где скрывается белокор мы не единственные кто стремится завладеть останками умирающего бога наш соперник решил пройти сквозь завесу в царство хаоса собственным путем нужно поторопиться так мерзавцы уничтожены горбатая гора он у первого победы отдают автобою это хорошо даже никого не сливает берем герой так здесь восстание неизбежно победите армию любого кислего офигеть сколько у нее до врагов победить и горит любого автоматические отношения зато с ними противник погиб в битве а подожди там по осаде горбатая гора да мне казалось где-то еще пытались жаловаться но нет все нормально здесь даже сейчас потери отсутствуют у нас мы пойдем гасить скавинов а нет зинча ты жди ох тут сколько этих веселых зверюк ускулань доход от усадеб давай здесь ремонт все таки произведем он возможно начнет убегать сейчас в принципе в городе может и сидеть смысла нет пойти на максимум а там через засаду попытаться поймать хотя 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 если что это дотянулся бы можно было бы подойти поближе и он отступил бы просто отступил сейчас он не на ускорении он бы ничего этого князи делал так садники проклятые здесь пищеночку выделим так контроль сквер на минус один но потихоньку сейчас будем бороться со скверной пусть этого и всего мало ну то есть темные земли тут сейчас действительно стали темными изменяясь в пользу того или иного бога здесь у нас дзинч здесь у нас тоже дзинч ну тут чуть чуть слонеж самую малость так лорд в гарнизоне не перемещался ему не нужно сейчас перемещаться это мы не строим вас до восстания меня устраивает какое положение дел с катариной ну давай первый момент жув бар давай с тобой пообщаемся торговля мы вступим в войну допустим небесные вихри бродячие мертвецы с кланом мы тоже начнем войну но попозже сейчас все земли не хочет но это в принципе нам обеспечивает уже тысячу а над сети команда давай ледяной двор давай общаться с тобой гнев природы воскресе объявим войну легион хаосом в любом случае им объявлять войну союз заключаем еще и денег хотя без союза она ну даст неплохо деньжат для меня это удовольствие и честь естественно родная клан робсменов с ними можно торговать вот по идее тоже но они пока на этот шаг не готовы любопытно что она захватила даже праг уже подожди а ну-ка вернемся к нашему союзнику а нет праг уничтожен праг захватили мммм скавины сто процентов скавины а игорев и форт якова пока никак не разберется с ними ну чё с имперцами вообще имперцы также должны что-нибудь хотеть ну не горят они желания сейчас а по строительству можно вложить тогда копейку врата жара но у нас только храма давай сейчас со скверной в любом случае бороться нужно будет сдаем ход вон армия нурглитов идет царица торговлю предлагаешь нет вступить войну я к тебе вернусь с этим вопросом еще правда для начала наверное скавинов добьем на этом фланге стек второй отправиться защищать а борис вниз на второй заход в гости кограм там лизардмены пока еще держатся но это ненадолго жаль нам не дали хотя бы один ход да дойти приз получить и все десять тысяч там там пять тысяч пятнадцать призы отчасти рандомные бывают но это помогло бы так ты пока что здесь к нам больше не намерен идти катайцы проиграли портал закрыть не смогли ну в следующий раз мы точно уже участвуем в дележке душ куда отправимся а посмотрим а посмотрим кому будет душа лежать демонов а кому будет душа демонов принадлежать три хода и гномы сольются может они дадут нам просто денег перед смертью ну завещание такое напишет что вот он еще демон деньги ходячим изменчивое войско кстати бегает вокруг да около сейчас больше заселять заселять руины мы можем бесплатно эту тему мы вкачали что руины я даже не боялся за счет того что там город разрушит сейчас скавина не столько времени осаждали ничего не смогли сделать в итоге так восстание в жарим фракция завладела душой завладела душой конфедерация вот верный небесам торговых партнеров у нас отбирают восстание неизбежно восстание неизбежно деньги к нам приходят ой хороший такой расклад тут лизардмены кстати построили нам блок позже и вон у нас есть цинки завры динозавры хороший такой доход практически как с поля чудес вернулись а самое интересное что эти ребятки не стали бежать я был практически уверен что они сбегут сейчас вот так вот равномерно тебе и скверну изгонять надо и сражаться давайте сначала дипломатию откроем потому что клан вон напрашивается на дружбу а мы пока что с дочкой не можем торговлю заключить увы ну может после этой победы отношения еще улучшится давай общий враг и с этой стороны мы их достаем еще и с гарнизоном а это значит все таки возможно действительно потери нет нет автобою в любом случае доверять не стоит так отношения действительно улучшились как минимум и задание выполнили амулет маг самоучка контроль в этой провинции потери мы восполним теки карак влаг давайте пойдем вот сюда через столицу провинции я думаю даже если не нападут скавин нам ничего не сделают они еще не созрели для того чтобы что-то борису делать то что они могут сделать борису до него лишь приятно ай восполнение потерь еще обязательно и соля сколько у нас сейчас 18 21 работает работает родной не просто так мы выбрали свои ряды так взор обязательно доход сразу мускулак качаем восстанавливаем эти земли многострадальные давай сюда 1800 давай стрельцы чтоб уже накапливались в экономику по-хорошему бы вложиться но я еще надеюсь что экономику нам поможет доченька поднять да? родная отношения-то великолепные должны быть оно ничего ладно сдаем ход наступление на скавинов правда уже будем делать в следующей серии этих нурглитов мы победим обязательно а наследие гномов да сейчас первым делом дипломатии открываем наследие гномов денежки помощь вы погибли в любом случае а тут кстати потеря союзника сейчас это особый такой повод погоревать потому что все таки они строят аванпосты наши гарнизоны благодаря союзнику становятся сильнее нет денег мало дочку зритель не хочу с дочкой ты вряд ли подпишешь мирный договор ах грот а здесь он живой ну граница под замком тут забавно что на самом деле не трогает пугат его он к нам сейчас будет идти имперские стражи зато ворота держит еще обидно за катарину потому что вот сколько мы не смотрели даже играя за катарину там он как-то косталтин набирает ход активнее играет за другие фракции у нас чаще именно выскакивало сообщение как мне кажется ортодоксия господствует именно господствует ортодоксия ну то есть косталтин там рулит а он скавина убегают карас значит бросил уже мы его захватили считай это это же ну неприятно хе-хе-хе для бати на самом деле единственный момент когда катарина прям более-менее растет это наверное и играя за косталтину чтобы хоть какая-то конкуренция была и все ну я чувствую дочку придется конфедерате там медленно но уверенно конфедерация становится все вероятнее видели там 100 с лишним сейчас тут еще раз снимем сейчас осаду кровавая жатва не пошли на штурм трусливы как и все что здесь нам попадается на пути а трусы обычно бьют из-под тишка когда ты не ждешь и это очень плохо так совершать действие ранения как беседа говорил прохождение экспедиции что когда бьются из-под тишка значит слабый враг это хорошо по объявляли войну гномы родные вы же все равно погибли вы же это понимаете вы же понимаете что вы погибли вы же на тот свет золото не заберете ну гном остается гномом с ним разговаривать бесполезно то есть конфедерация а ну 107 уже она начинает усиливаться клан ропсменов ну не знаю насколько будет целесообразно если только знаете присоединить его и земли отдать там продать той же катарине или кому-нибудь другому ну тут катарине надо продавать гномам я думаю земли кислевы продавать некрасиво слишком некрасиво а тут у нас есть небольшой атриотограф есть чумотворцы нургла ну и они нападут на город и уже тогда армия выступит мы в принципе можем сделать даже вот так можем сейчас поступить таким образом ну а как раз они бросили мы видели что стойки отступили там две армии было понятно что уже гарнизона нет в городе наша империя начинает разрастаться а мы все-таки кислевицкая империя так требуется решение атамана а чё с атаманом то а осада что ли ты здесь да вряд ли что ты здесь прям сидишь нам нужно будет снимать осаду нам нужно будет снимать осаду требуется решение атаман из-за того что у нас провинция всего лишь одна отвалился сейчас там же две провинции нужно чтобы назначить первого атамана у нас нет второй единой провинции и вот кислев не единой сейчас так мазутом кто-то и замазал границы ну что ж следующую серию мы начнем друзья мои с того что разобьем вот этих демонов а на сегодня все с вами был верус всем добра пока